Отец Наш Небесный, благодарим Тебя за торжество Твоего Собора, Господь Иисус, Церкви Твоей. Благодарим Тебя за эту великую цену, которую Ты заплатил на кресте за каждого из нас и за Церковь. Благодарим Тебя за могущественное действие Духа Святого в Церкви. Благослови сейчас это слово. Во имя Твоего Иисуса мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Какие были замечательные вступления, правда? Помните, да, что Александр сказал? Все совершилось для нас, и обеспечение на каждый день – это его любовь. Давайте похлопаем. Но пастор Алексей вообще нас забросил на небеса. Лучшая жертва. Причем так интересно оформил. Авель принес лучше. Не сравнивайте с Каэном. Здесь не нужно сравнивать с Каэном. Здесь вообще говорится не о том, что Авель принес. Что это была жертва животного. Но он знал, для чего он приносит. Это была жертва Иисуса Христа. Какая замечательная вещь. Слава Богу. И такие хорошие слова у пастора Нурлана. Он всегда подчеркивает, что лишнее... Ну, конечно, если сахар в горы взять... Килограмм сахара. Это сколько же нужно было чая предполагать выпить. Хорошо. Но не в этом мысль была, да. Идем свободно в Нем. В Иисусе Христе. Мы духовные люди. И самое главное, мы с вами исполнены Духом. И это является наша радость и свобода. И тогда все остальное становится второстепенным. Господь впереди. Сейчас наше слово будет называться «Иду, как в свитке написано обо мне». Это 39-й Псалом, а также 10-я глава, послание к евреям, 7-й стих. Интересно. Есть много книг, где можно размышлять, восторгаться, что-то для себя брать. Но вот чем больше мы живем в Иисусе Христе, это обозначает, что мы с вами изучаем Его жизнь, Его Слово, Его обетование. И это становится просто нашим. Мы с вами, изучая Слово, видим интересные факты. Эти факты, например, то, что говорилось сегодня, и сезон рождественских праздников сейчас. И некоторые пытаются приравнять Его к каким-то мифам, сказкам, о Снегурочке, о чем угодно. И плюс еще Иисус Христос и как Он родился. А для нас это, вы знаете, наука жизни. Именно наука жизни вечной. Мы с вами видим там и замысел, и воплощение этого замысла. Подготовка всего этого действия, когда Господь Сам придет как человек в этот мир. И Он был здесь, в этом мире. И Его можно было толкать, смеяться, издеваться, плевать, прибить на крест. И там еще смеяться над Ним. А Он и пришел для этого креста. Он и пришел для того, чтобы это совершить. И это можно было просмотреть, и до сих пор просматривают. И мы не обвиняем их, потому что те, кто виноват, они на небеса не идут. Наша ветхая греховная природа не идет на небеса. Но вот родившийся, поэтому родившийся человек, он так важен. Новый человек. И мы пытаемся, мы с вами пытаемся показать эту истину. И она настолько чудесна. Давайте посмотрим. Евангелие от Луки, первая глава. Очень хорошее вступительное слово здесь у Луки. Мне рассудилось, подчат, третий стих, подчательном исследовании всего, сначала, по порядку, описать тебе достопочтенный феофил. Можно было бы сказать, что, вернее, вероятно, был такой человек, феофил, кому обращено это по Евангелии. А может быть, это и другая личность. Это всякий верующий в Иисуса Христа. Потому что феофил, феофилос, обозначает, феофилос, это обозначает, любящий Бога. И вот тебе, любящий Бога, я под тщательным рассмотрением сообщаю эту весть. И первое, что здесь начинается, смотрите, говорится об одном священнике. Почему начинается со священника? Да потому что идет другой священник. И он не будет по чину Ааронову. Но это священник по чину Мелхаседека, который сам является христофанией или же явлением Иисуса Христа во времени в виде этого священника и царя Салимского. Когда его изучают, откуда он взялся, куда он пропал. Мы с вами видим очень интересные факты, и они исторического характера. И вот история эта очень интересная. Рассказывается о Захарии и его жене Елисавете. Что мы о них знаем? Что они были оба праведные. Они были в летах преклонных. У них не было детей. Бог припас для них особенный подарок. У них не было детей, и мы с вами знаем несколько выдающихся личностей в истории Евангелия. Это и Авраам, он входит в историю Евангелия. Это первый спасенный по благодати человек, которому было сказано, вот у тебя будет столько сыновей, и от твоего рода, от тебя, от твоих сыновей произойдет тот, который обещан в самом начале книги. Мы с вами видим очень интересную вещь. Здесь сказано, что когда происходило служение Захарии, Захария переводится как «Яхве помнит». Представляете, такое имя иметь? Денис, представляете? «Яхве помнит о тебе, обо мне, о вас». Он помнит, он знает. Мы с вами являемся теми, которых он знал еще до сотворения мира. Откуда мы знаем? Да, вопрос. Откуда вы знаете? Из библейского колледжа, из церкви Грейта Грейта. Да, это написано. Написано в послании к римлянам, 8 главе, 29 стих, что он предузнал нас. Он знал нас еще до сотворения мира. И еще до сотворения мира он уже своего сына принес на крест, на эту казнь и жертву. Это все состоялось еще до того, как он ангелов сотворил, прежде чем он сотворил этот материальный мир. Все это было. Мы с вами живем в мире, в котором люди думают, это материальный мир, вот какая-то Вселенная, наша галактика, наша Земля, наша система солнечная, вот-вот там Солнце, вот-вот уже завтра, через 4,5 миллиарда лет Солнце прекратит существовать. Ой, какие бедные люди, какие мы бедные. Ну давайте за 4,5 миллиарда лет будем уже переживать. Когда мы смотрим на Господа, то мы открываем, мы научно, правильно, Алла Зарифовна, мы научно открываем удивительные факты. И эти факты следующие. Вот этот человек, Захария, проводит служение. И он это делал уже, ну будем говорить, несколько раз в своей жизни. Потому что там было 24 очереди священников и так далее. Это мы говорили на прошлом занятии, вернее, на прошлой проповеди. Теперь посмотрите, когда он проводит это служение, появляется ангел. Да? У вас так было? Да. Смотрите, как здорово. Однажды, восьмой стих. Однажды, когда он в порядке, в своей очереди, служил перед Богом. Обыкновенная жизнь священника, правда? Ну, мы с вами, мы вообще-то тоже с вами священство царственное. Итак, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталась ему очередь войти в храм Господень для каждения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же ему сказал, «Не бойся, Захария!» Наверное, так он и сказал. «Ну, чё ты боишься, Захария? Ну, что ты? Ну, ты ангелов, что ли? Не бойся, Захария!» «Ибо услышана, Захария, услышана твоя молитва, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречёшь имя ему Иоанн. И будет тебе...» И смотрите, вот что говорит ангел. «И будет тебе радость и веселье, многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится ещё от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предойдёт перед ним, перед Господом, в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Давайте похлопаем. Вам были такие слова сказаны? Мы услышали их, правда? Но подобное нечто нам было сказано. Потому что нам было сказано, что в Иисусе Христе «мы и родились свыше, мы с вами царственное священство, мы с вами идём на небеса, Господь Иисус всё сотворил, Он всё совершил». Это нам всё сказано. Но вот теперь посмотрите на такую очень важную деталь. И у нас будет три пункта плюс один. Нет, это так и остаётся, плюс один, его четвёртым я не могу поставить. Первый пункт. Такая замечательная весть. Ну, как здорово! Захарий, у тебя вообще должен быть праздник. А что Захария делает? И сказал Захарий ангелу, «Почему я узнаю это? Я стар, и жена моя в летах преклонных». Вы знаете, что он говорит? Он говорит то, что написано в послании к римлянам, 7 глава, 24 стих. «Бедный я человек, Хоть ты ангел, но через край, такого со мной...» Первый пункт – это «бедный я человек». Бедный я человек. Вы согласны с этим? Правда? Ну, согласны, согласитесь, да? Вот его нужно и выкинуть, этого бедного человека. Он всё время мешает. Теперь представьте, что вместо Захарии вы, вы благодатники. И что вы скажете, пастор Алексей, что вы скажете? Благодарение Бога за победу. Я сел на велосипед. Еду, и ангел является. Это я интерпретирую. Вы сказали очень хорошо. Благодарение Богу за победу. Это то, что говорит новый человек в Иисусе Христе. Так и есть. Так и есть. Это большая радость, потому что мы с вами, если из бедного человека воспринимать Евангелие, это всё пусто, это не для меня. Хоть моё имя Захария. Яхве помнит. Он помнит, я всё забыл. Как здорово, да, встретились. Яхве помнит твоя, молитва твоя пришла на память Господу, и вот он тебе дарует это откровение, причём не только тебе, но и для всего народа Израилева. для всех. Когда мы понимаем вот эту весть, которая была там сказана, и применяем это к себе, это чудо, что говорится. Это говорится о том, что мы с вами служители Господа. Мы спасённые Иисусом Христом. Да кто там ещё говорит, допустим, что... Кто это сегодня говорил? А, это пастор Алексей говорил, как его пытались убедить, что нужно что-то сделать, праведность самому сделать. Это так здорово. У меня почти получилось, почти получилось. Бабах! И приходит пастор Алексей, говорит, да я вообще ни к чему, никаких стараний не применяю. Я уже праведный человек, я только живу в этой праведности, наслаждаюсь и разношу её. Здорово. Большая разница. Верно? Давайте похлопаем Господу. То есть, хлопая, вы соглашаетесь, что мы этот пункт вычёркиваем из своей жизни. Да что там бедным человеком быть, когда мы являемся самыми богатыми. Пастор Норлан только что во вступлении сказал, когда гнали этих евреев из Иерусалима, из церкви, они были такие счастливые, такие свободные. Всё своё имение они уже принесли в церковь, а теперь идут, и можно было куда угодно пойти в самарийский город, то есть в столицу Самарии, пожалуйста, в Москву, пожалуйста, в Петербург с удовольствием. А если мы посмотрим на Филиппа, то интересно, он дошёл до Самарии, до столицы, там остался, у него появилась церковь, он туда шёл не один, а пришла целая группа людей из Иерусалима. Они остановились там, они поют, прославляют Господа. Жизнь не была такая дорогая, как сейчас. Они живут вольготно, всем рассказывают об Иисусе Христе. Из Иерусалима приходят Иоанн и Пётр, и они тоже видят эту благодать, там и Дух Святой на эту церковь, на всю опускается. В это время Дух Святой говорит Филиппу, Филиппушка, иди туда, вот на пустынную дорогу из Иерусалима, которая ведёт в Газу. Он пошёл туда свободно, ни о чём не думая, потому что он является тем, который стал инструментом благодати Господа Иисуса Христа. Идёт туда, ему встречается этот вельможи, эфиоплянский. Он говорит ему, вельможи крестил в Неве, и всё здорово идёт. Вельможи дальше отправился. А что сделал Филипп? Он не пошёл в Кесарию. Он не пошёл в Самарию. Очень интересно. Там всё в порядке, там уже есть церковь, всё замечательно. Он отправил, его дух переводит в Азот, это городишко такое на берегу Средиземного моря. Он идёт оттуда в Иопию, он продолжает идти в Кесарию. Это тоже один из столичных городов в то время. Мы с вами видим очень интересные вещи. Свободные люди. И мы с вами так свободны. Нам не нужно килограмм сахара брать туда, чтобы добраться до чего-то. Мы идём уже в полном обеспечении Иисуса Христа. Когда-то, по-моему, в Америке это был всадник-евангелист. Уэсли, по-моему. И он ездил по всей... Тогда Америку трясло. Это было само начало её. И очень много бандитов было. Пытались разные захватить власть. И вот он ездил из селения, из города в город. Везде говорил Евангелие. И Америка становилась та, которая откликалась на Господа. И Господь её совершенствовал и утверждал. Это удивительные вещи. То же самое, как пастор Алексей сказал сегодня. Я еду теперь по Колпино и вижу, что это преображается, преображаются, люди преображаются. Они принимают евангельскую весть. Они перестают быть бедным человеком. Потому что они откликаются на сущего Иисуса Христа. Второй пункт. Мы видим сейчас в этом втором пункте щедрого человека. И это написано в 39-м псалме. Давайте мы откроем. Это мы с вами отправляемся в псалом Давида. И он записан за тысячу лет до рождения Иисуса Христа. Приблизительно. Смотрите, что здесь сказано. 39-й псалом, 7-й, 9-й стихи. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано обо мне. А что это за свиток книжный? И что там написано? Вы знаете, это редко бывает, чтобы этот стих читали в рождественский сезон. А он и относится к этому рождественскому сезону. Как говорилось сегодня при чтении Евангелия от Иоанна в 3-й главе 14-й по 16-й стихи, где говорилось о том, что Бог отдал своего сына. И он пришел в этот мир как человек. А вот это вот то, что произошло, помните, это будет третьим пунктом, от его щедрости произошло это и для Марии, и для всего рода человеческого, что человек и родился. Этот человек был, я сегодня прочитал статью, в 1977 году совершилось событие величайшее на планете Земля, родилась первая девочка, или же первый человек, который родился от искусственного оплодотворения. вам понятно, да, искусственное оплодотворение? То есть, это оплодотворение тогда, когда мужчина не играл никакой роли в этом. это было внесение в яйцеклетку того сегмента информации, который находился в сперматозоиде. И все. Вчера были новости очень интересные, что в Китае продолжались работы над тем, чтобы усовершенствовать человека и вычленить из пораженных участков его этих генетического кода вычленить то, что его сделало ВИЧ-инфицированным от рождения. И китайский хирург, я не знаю, нейрохирург, он это совершил. Когда мы смотрим на вот этот 39-й псалом, то мы с вами видим эту картину, когда Иисус разговаривает со своим отцом и говорит, все, наступило время, когда то, что написано в книге Бытия, 3 глава, 15 стих, где Господь говорит, разговаривая косвенным образом с человеком, который пал, и он говорит о том, как жена от семени жены произойдет тот, кто разрушит твою голову, сатана, змей. Вот кто пришел. И когда второй человек или второй герой нашего рассказа сегодняшнего рождественского, это является Господь Иисус Христос. Вот это было непорочное зачатие, когда из одного измерения в другое измерение, из измерения Бога, в этот физический мир, в чрево Марии был внесен внесено это ДНК Господа Иисуса Христа. И через некоторое время для нас, людей, которые живут в этом мире, это все реальные вещи. Для тех людей, которые жили еще может быть 50 лет назад, это все было представление какое-то иллюзорное или вообще сказочное. Сейчас эти вещи, они происходят только не в таком масштабе, ни с того измерения и ни теми методами. Мы с вами видим очень интересную картину, когда Господь объясняет нам вот я иду и через некоторое время произойдет то, что произошло с Марией. И как Мария это третий пункт. Итак, здесь у нас щедрый человек, это Иисус Христос, щедрый Господь Бог, который пришел в этот мир для того, чтобы от своей щедрости поделиться со всеми, сделать так, что он совершит эту жертву, о которой сказано в свитке, в этой книге о нем, что такое событие произойдет, и вот он то обетование, которое было дано первым обетованием для падших людей, он совершает, давайте похлопаем Господу, он совершает, он сделает так, несмотря на все потуги демонических сил, и людей в том числе, которые подвержены были вот этому первому пункту, бедный человек, даже когда Захарии рассказывается эта удивительная вещь, он не верит, что такое может с ним произойти, а что это делает Господь, давайте мы запомним на всю жизнь Исайя, 46 глава, 10 стиха, Мой совет, говорит Господь, Мой совет обязательно состоится, никто не сможет противостать его замыслу, это обозначает запомним навсегда, то же самое это относится и к нам, тот замысел, который Господь имеет в отношении нас, он обязательно состоится, он обязательно состоится, против замысла Бога пошел Иона, правда? И он сказал, все, выбросьте меня за борт, и все, и закончилось, и Господь, со мной ничего не получится, его выбросили, а там уже такси поджидает, Бог приготовил, мало знал Иона об этом, что выбрасывая его наружу из судна, он попадает в особенное место, великолепного испытания, великолепного тестирования этого человека и отсеивания всякой шелухи бедного человека, когда он начнет внутри этого кита, я так думаю, что он даже и не понял, что с ним произошло, только стал находиться, где там все булькает, и смрад такой идет, и он стал говорить, я праведный Господи, он сразу же обратился к нему, и у него нормальный разговор пошел, кто сделал до вот этого попадания в рыбу, Ионе казалось, он вершит Богом, понятно, да, Захарии казалось, я сейчас объясню этому ангелу, что ничего у тебя ангел не получится, хорошая вещь, но это билетристика, то есть это художественно, фантастика, а у нас с Елисаветой ничего не получится, вот и все, и все получилось, щедрый Бог делает то, что бедный человек никогда не сможет сделать, даже если бы был в этих силах Захария, в силах молодеческих там, или еще каких угодно, да все равно бы это был не тот Иоанн греститель, это был бы совершенно другой человек, потому что здесь у этого Иоанна крестителя была определенная миссия, да такая миссия, что она была покрыта, кто первым в мире увидел Господа? Иоанн креститель, когда находился в очреве, для него он уже был воплощенный, он его увидел. Это говорит о том, что очень интересные задатки мы имеем в очреве, а потом они в некоторой степени исчезают из нашей жизни, мы переходим в стадию бедного человека. И вот тот, кто сотворил нас для себя, Адама и Еву для себя, у него был замечательный план. И по этому плану, не по нашим усилиям, а по этому плану, мы с вами приняв, только лишь приняв Иисуса Христа, мы стали другими. Это Он в нас работает. Это Он в нас работает. Это Его жизнь в нас работает. И поэтому, когда мы с вами приходим, так, здесь я уже объяснил, и так, когда мы обращаемся к третьему пункту, и это разговор Ангела с Марией, и там он уже разговаривает несколько по-другому, нежели отличается разговор Ангела с Марией от разговора Ангела с Захарией. С Захарией было проще, он объявил, что это состоится, тот усомнился, он сказал, ну что ж, Захарий, тогда ты помолчи, вот, и будешь молчать до тех пор, пока не спросит тебя, как назовем его, и 9 месяцев он молчал, когда здесь мы с вами, давайте посмотрим Евангелие от Луки, это третий человек, у нас первая глава, 38 стих, ангел сказал, да, давайте мы посмотрим, тридцатый стих, когда он явился, то она, конечно, смутилась, и это приветствие для нее было непонятно, она благодатна, он назвал ее, и 29 стих, она, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие, а он ей сказал, радуйся, благодатная, господь с тобою, благословенно ты между женами, то есть избрана, а относится ли это к нам, эта фраза, да, относится, потому что мы были избраны с вами, мы со своей стороны только лишь выбрали его, мы решили, да, я помолюсь, ужасная жизнь, господи, прости мои грехи, и все, с этого началось чудо в нашей жизни, и вот он ей объявляет, и вот ты зачнешь в очреве, родишь сына, налечешь ему имя Иисус, слушайте, похожее, да, там только про Иоанна Крестителя говорилось, кто он будет такой, здесь описание Иисуса Господа, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца, Мария же сказала, как будет это, когда я мужа не знаю, теперь смотрите, она не говорит, что не будет, она говорит о том, что у меня еще нет мужа, и теперь смотрите, что он ей говорит, и очень интересно, внимательно смотрите, как он ободряет ее, ангел сказал, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, покроет тебя, поэтому и рождаемое святое наречется сыном Божьим, вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, какое замечательное ободрение, это ободрение, ты можешь пойти к Елизавете, ты можешь встретить ее, поговорить с ней, и отвечает, тогда Мария сказала, 38 стих, вот раба Господня, да будет мне по слову твоему, и третий пункт у нас называется уверенность в нем, эту уверенность Бог воспитывает в нас, не мы такие уверенные, а он все время уверенность в нем третий, уверенный человек, Евангелие от Луки, первая глава, 38 стих, и для нас нужно совершенно четко отождествляться с каждым из пунктов, из пунктов, кроме первого, его нужно выбрасывать как можно чаще в нашей жизни, когда мы начинаем говорить, я не могу, у меня не получится, это бедный человек, все, он нам не нужен, нам нужно быть в Иисусе Христе и брать от его щедрости, от его первого пришествия и идти с надеждой во второе пришествие воскрешенной жизни, и теперь посмотрите, что происходит, и так он сказал отцу, до своего рождения и вхождения в этот мир, вхождения в чрево Марии, он сказал замечательные слова, вот в свитке написано обо мне, и я иду, и четвертый, или же третий плюс один, он очень важный, этот пункт, вы знаете, о нас в свитке написано, о нас написано все, и это все обозначает, что это и полнота Христа, это его завершенная работа, это и то, что он нас не оставит, он не только нас спас, но также он каждый день работает над нами, каждый день, и тем больше, чем больше мы с вами изучаем эту историю о нас, написанную им и Духом Святым, для того, чтобы мы понимали, кто мы, что есть каждый день наш, и что есть любое обстоятельство в нашей жизни, семья ли, воспитание детей, взаимоотношения между супругами, взаимоотношения с коллегами, взаимоотношения с мировоззрением, куда мы идем, что мы делаем, какое предназначение, какой замысел, это все написано, человек говорит, а я и не знаю, для чего я живу, ну ты занялся такими философскими вопросами, да брось ты, так сказал Листьев Владислав накануне перед своей смертью, и с этим человек сталкивается сколько угодно, одного актера спросили, у него был юбилей, по-моему, 80 лет ему исполнилось, ну и как вы прожили жизнь вашу, он говорит, прожить-то я прожил, а для чего, не знаю, тоскливо, правда, а для чего, я знаю, для чего брови, я понимаю, для чего глаза, нос и так далее, все это имеет предназначение, а вот я сам, для чего я живу, только лишь Библия, вот в этом свитке написано обо мне, что моя жизнь заключается в том, чтобы его прославлять, а прославляет обозначает, чтобы мы с вами шли по его дороге, его путем, его истинной и его жизнью, и наслаждались в этом, самые радостные и единственные искренние радующиеся люди в этом мире, это люди, верующие в Иисуса Христа, как своего Спасителя, будущее уже есть, эта жизнь имеет смысл, эта жизнь достигается его усилиями, он все это совершает, мы только лишь являемся теми, которые исповедуют такую истину, я иду, как написано в твоем свитке, чтобы исполнилась твоя воля, и это большая радость для меня, аминь, Отец наш Небесный, мы так благодарны тебе за описание этой чудесной жизни, этого чудесного подарка возвращения к замыслу твоему отпадшего человека, через нового человека, Господи, благодарим тебя, бедный человек не наш, щедрый человек наш, мы благодарны тебе за уверенность, которую ты воспитываешь, благодарим тебя за этот свиток, за эту Библию, за Духа Святого, за прочтение Библии, за новую жизнь, за новую цель и смысл, может быть среди тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя, в чем дело, почему бы не принять его и не открыть перед собою для себя эту книгу жизни, принимая Иисуса Христа как своего Спасителя, скажите простые слова, дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня, Господи, жить по слову Твоему, приведи в живую церковь, приведи меня в этот свиток жизни, ты знал все о моей жизни, ты приглашаешь жить ее с разумением, пониманием, с желанием, во имя Твое, мой Бог и Спаситель, я прошу и молюсь, аминь. Спасибо, благословю вас Господь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ